Дорогие друзья, зрители, подписчики, всех-всех с праздником, с Днём Святой Пятидесятницы, с Днём Святой Троицы! Сегодня мы с Рафаилом хотим предложить вам порассуждать на тему домашней церкви. Эту передачу мы записали неделю назад и очень рады, что успеваем выложить ее в эфир сегодня. Иерусалим, гора Сион. Здесь находится то самое место, где Дух Святой сошел на апостолов и родилась наша церковь. Что мы вкладываем в понятие «церковь»? Очень часто это слово употребляют самыми разными интонациями. Тем не менее, если мы будем внимательно читать Священное Писание и послания апостолов, то увидим, что церковь имеет вполне конкретное и точное значение для нас, христиан. Также можно обратить внимание, что апостолы часто в своих посланиях обращаются к домашней церкви. Какая существует связь между церковью и домашней церковью, и что такое на самом деле христианская церковь? Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте! Мы выбрались в храм природы, немножко подышать свежим воздухом, погулять с детьми, и решили практически импровизационно выйти в эфир и поговорить с вами о теме, которую мы с Рафаилом очень обсуждаем. О фермах, сельский час у нас. Да, ну подождите, с фермами. Нет, не о фермах. Про фермы мы тоже. Не о фермах. Мы хотим поговорить с вами о понятии домашней церкви, потому что эта тема очень нас интересует в последнее время. И мы много говорим между собой, решили какие-то мысли вынести, так сказать, на всеобщее обозрение. Надеемся, что и вам будет интересно, и что вы нам в комментариях что-нибудь интересное и дельное по этому поводу напишите. Первое, что представляется, это такие благообразные родители с благообразными деточками, которые стоят, каждое утро и вечер вычитывают вечерние и утренние правила, читают вместе Библию, вместе кладут поклон. Это так? Это замечательно и формально, да. То есть любая христианская семья, не только, кстати, у нас у православных, а у католиков, это христианская семья, это малая церковь, потому что это состоит из определенной общины. И эта община, так же, как и любой храм, любой приход, любой монастырь, имеет свою рутину, да. Но это формальное определение. В реальности покажите мне такие семьи, где это выполняется действительно от души, по обоюдному желанию родителей и детей, где такой домашний монастырь действительно существует. Вот тут возникает вопрос, понимаете, вот то, что мы обсуждаем с Рафаилом в последние дни, очень горячо и глубоко. На каком основании вообще мы собираемся все вместе, как церковь, да? Вот часто приводят слова Христа из Евангелия, где двое или трое соберутся во имя моё, там я буду посреди них. И вот возникает вопрос, а как нам выполнить это условие? То есть ведь обещание дано только при условии, если мы соберёмся во имя Христа, вот только тогда он будет посреди нас, да? Не просто соберёмся, потому что мы христиане, потому что мы носим крест, потому что мы принадлежим к православной или католической или протестантской церкви или общине, да? А именно соберёмся во имя Его. Вот только при этом условии выполняется первая часть обещания насчёт того, что Христос будет посреди нас. Во-первых, любой коллектив, который собирается для какой-то цели, он всегда чего-то достигает. Это может быть игра в карты, игра в футбол, это может быть, я не знаю, какой-то общий мордобой. Как бы любое действие, которое люди делают совместно и имеют единую цель. Например, люди иногда, не знаю, в Израиле, когда вся страна постится в день Йом-Кипур, день очищения. Это день, когда даже люди, особо не верующие, постятся. И вот это даёт свои плоды, то есть это коллективное такое, как бы, ну, даже формальное, допустим, покаяние, да, вот пост, и это ощущается. Люди сейчас, которые ищут разные духовности, они делают медитации тоже вместе, и это тоже, естественно, как бы, как люди говорят, энергетика как бы бывает другая. Потому что, когда люди собираются для определённой цели, да, человек, если собирается в цели зарабатывать денег, тоже как-то... Да, эффективная команда, у всех одна цель, чтобы предприятие, там, или фирма выросла, да, ну, а у нас какая цель-то? А у нас какая цель? Это вот сподобление Христу и молитвы. Сподобление Христу. Это фраза, которую нужно вообще сказать медленно и осмыслить. Стать такими, как Христос, стать по-настоящему сынами Божиими. И как говорил Йоанн Златоуст в одной его гамиле, это бывает очень редко. Читаем фразу. Ибо сказал Господь, где двое или трое соберутся во имя моё, там буду я посреди них. Видим ли мы такое? Пишет, да, но очень редко. Это при том, что в его времена, в Византийской империи, были храмы, переполненные верующими, переполненные народом. Даже святыми людьми. Выходит тот даже факт, что мы собираемся все вместе в храм, в храм на божественную литургию, согласно Иоанну Златоусту, не является гарантией, что мы собираемся во имя Христа. То есть человек, может быть, собирается причащаться для соединения с Богом, вот как он понимает, как-то для спасения своего собственной души, или для того, чтобы Бог помог, или потому что человеку просто одиноко, и он не хочет боиться как бы быть один, или потому что, ну, миллион могут быть причин. Человек не хочет отличаться от своих соседей. Все ходят в воскресенье, я тоже пойду. Но настолько редко это действительно, что человек сознательно идет в храм. Не только потому, что он хочет быть послушный такой раб Божий, или чадо церкви, или потому что он не хочет отлучаться от своего патриарха, или от своего прихода, а потому что человек хочет достичь вот этой цели, встречаться с единомышленниками, которые также собираются для этой цели поклонения и приближения к Богу-человеку, к Спасителю нашему, сознательно понимать, что Христос – это Сын Божий, Мессия, Спаситель мира, и мы собраны во имя Его. А вот тут проблема, что иногда люди могут собираться даже во имя Его, но имея в виду что-то совсем другое. А на самом деле здесь имеется в виду любовь, но только любовь к друг другу во Христе и через Христа. Что это означает? Это не означает, что я люблю прихожанина, который стоит рядом со мной в церкви, но потому что он тоже православный, и мы братья и сестры во Христе, или не потому, что мне в этом храме приятно, тепло, священник мне оказывает любовь, прихожане мне чайку наливают, поэтому я их всех так люблю. Это тоже достойная причина, но это другая цель. Это не то, к чему надо стремиться. Причины все достойны. На самом деле причины все достойны. Мы не высмеиваем их тоже. Дело в том, что здесь цель. Цель – обрести любовь к своим ближним во Христе. Это прежде всего прощение. Через прощение, через осознание своих грехов и умение прощать эти грехи в других людях и не делать так, чтобы эти грехи, недостатки других людей стояли стеной между тобой и между ими. Это умение любить других людей и видеть их такими, какими видит их Бог, то есть видеть их лучшими, и, соответственно, вот эта любовь во Христе и через Христа, она вот и есть та самая любовь, которая никогда не перестаёт, как написал апостол Павел. Ничто, ничего не может её убить. И вот эта же самая любовь и создаёт домашнюю церковь. То есть те отношения между домочадцами, которые превращают их из коллектива или даже семьи в церковь. Христианская семья создаётся не только по естественному закону продолжения рода и не по социальным причинам. Христианскую семью объединяет высокая и труднодостижимая цель – стяжание Духа Святаго и соединение со Христом. Цель эту вообще сложно понять людям неверующим, но любая по-настоящему верующая семья скажет вам, что своим центром она имеет Христа. Понятие семьи как домашней церкви существует с апостольских времён, но, кажется, иногда забывается современными христианами. И отсюда возникает и неверное понимание церкви как одной большой христианской семьи. Ну как прощать и любить прихожан или, тем более, захожан в своём храме, если дома, в семье, любви и прощения нет? День Сошествия Святаго Духа на апостолов называют днём рождения церкви. Помните в послании к Галатам «Плоды Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Пусть это станет девизом каждой семьи, каждой домашней церкви. С праздником, дорогие наши, и до самых скорых встреч!